всем привет с вами канал smart life сегодня у нас на обзоре будет очередной устаревший флагман лета 2016 года это one plus 3 который на старте продаж стоил порядка 450 долларов я живо приобрел за 210 как и всегда данная акция была размечена в группе вконтакте кто еще не вступил советую присоединяться если интересуют различные акции вообще я впервые делаю обзор на смартфон от этого бренда поэтому мне вдвойне интересно узнать за что так любят и восхваляет этого производителя тем более именно one plus 3 завоевал широкую аудиторию и можно сказать с него началась всеобщая шумиха вокруг этого бренда давайте узнаем заслуженно ли данный аппарат называется убийцей флагманов и актуален ли он на данный момент все необходимые ссылки где можно приобрести данный аппарат как обычно размещены внизу в описании а мы начнем с комплектации приходит смартфон такой белый коробочки сзади у нас с красную как видите все у нас на китайском языке не Soby haben Today для китайского рынка есть и смартфоны для глобального рынка то есть глобальной версии значит изначально смартфон ко мне пришел смотрите с такой вот пленочкой наклеена не знаю почему так но вот такая вот нас получилось интересная плёночка и кстати спереди тоже была наклеена наш защиная пленка на её снял значит также у нас есть комплектация скрепочка для зачынилка под sim card а тут у У нас различные мануальчики на английском языке и китайском. Потом USB Type-C кабель стандартный. То есть у нас здесь Type-C разъем. И зарядное устройство. Быстрая зарядка у нас поддерживается. 5 вольт, 4 ампера. То есть это хорошо. В общем, по комплектации, в принципе, все у нас стандартно. Смартфон продается в двух цветовых решениях. Золотом и темно-сером, как в моем случае. Диагональ уставляет 5,5 дюймов с отношением сторон 16-9, то есть классическая. Спереди стоит стекло с применением технологии 2 и 5D. Это у нас загнутая края стекла. Значит, Gorilla Glass 4-го поколения. То есть здесь у нас ударопрочное стекло. В верхней части расположилась фронтальная камера. Разговор, динамика, различные датчики. И также у нас присутствует индикатор событий. Значит, индикатор событий у нас настраиваемый, восьмицветный. И расположился он вот здесь в правом верхнем углу. Не знаю, сколько вы хорошо увидите его или не видите. Но, в общем, здесь он у нас имеется. Это как бы хорошо. Значит, внизу у нас три сенсорных кнопки у нас существуют. С небольшой подсветкой. Две сенсорные по краям. И также у нас по центру сенсорная и сканы пчатков пальцев. Здесь кнопочка не механическая. На верхней грани грани у нас пустая. Внизу у нас расположился 3,5-метровый джек под наушники. Микрофон, ну, разговорный микрофон отверстия. Разъем под разрядку USB Type-C. И перфорация наш под основной динамик. С правой стороны расположилась кнопка управления питанием и также лоток под сим-карты. Лоток у нас не гибридный. Просто две наносим-карты сюда можно установить. Выполнен полностью из металла. В этом плане как бы все у нас хорошо. А с левой стороны непривычно расположилась кнопка управления громкостью. И также кнопка, которая переключает у нас различные режимы. То есть, либо режим тут у нас без звуков, самое верхнее. Потом посередине просто режим не беспокоить. И со звуком. То есть, таких вот три режима у нас существует для того, чтобы можно было переключать. Ну, как бы вот такие вот интересные режимы. Значит, что у нас сзади. Сзади расположилась наша основная камера. Стилиодная вспышка. Логотип компании OnePlus 3. Ну, как бы две такие полосочки у нас сверху и внизу для улучшенного приема сигнала. Хотя здесь еще, видите, расположился микрофон для громкой связи, либо шумоподавления отверстия. Значит, к сборке каких-то таких вот претензий нет. Ну, немного кнопка питания туда-сюда-сюда и регулировка громкости вот так вот, если я нажимаю, немножко звук издает. Ну, как бы так в остальном, в принципе, все в порядке. Габариты нашего телефона составляют 74,7 на 152,7 при толщине 7,4 мм. И визит он 158 грамм. Довольно-таки немного. Ощущается, что смартфон у нас тоненький. То есть, реально такой вот тонкий. В этом плане у нас все хорошо. Ну, что сказать, в принципе, внешний вид и сборка хорошие, претензий особых нет. Ничего у него так вот по диагонали не люфтит, крышка нигде не прогибается. В общем, собран он довольно-таки качественно. Смартфон работает под управлением фирменной прошивки Oxygen OS 5.0 на базе 8-го Android. Изначально у меня там, по-моему, 6-й Android был. Но когда я смартфон получил, несколько раз обновился. И, в общем, у меня обновился смартфон до последней прошивки. Значит, что нужно знать о этой прошивке? Ну, во-первых, здесь перевод на русский полноценный, можно так сказать. И вообще, ну, вот, очень схожий с чистым Android. То есть, здесь такие вот минимальные изменения. Давайте быстро пробежимся по нашей прошивке. Смотрите, вот здесь у нас NFC присутствует, бесконтактная плата здесь есть. Это хорошо. Ну, тут переключение сигнала. Вот эта кнопочка настраивать. Можно под себя ее, о которой я вам говорил. Потом вот здесь кнопочки навигации можно включать, чтобы у нас наэкранные сенсорные кнопочки были. Потом, ну, в общем, у нас можно менять назначение, подсветку убирать. Ну, в общем, функционал вот этих трех сенсорных кнопочек у нас меняется. Потом жесты, разглокировка двойным тапом, различные там силуэты можете рисовать для того, чтобы вызывать различные приложения. Думаю, понятно. В экране у нас здесь калибровка экрана существует. То есть, можно менять цветовую температуру дисплея под ваши настройки. Ну, либо тут выбирать уже установленные настройки. Также у нас черно-белый экран имеется. Вот индикатор событий можно настраивать под себя. Смотрите, 8 различных вариаций можно выставить. Это тоже, в принципе, хорошо. Ну, либо вообще его выключить, если вас он раздражает. Трансляция. Это у нас здесь Wi-Fi монитор. То есть, можете транслировать на небольшой экран изображения с вашего смартфона. И что еще тут такого интересно? Ну, в принципе, и так здесь настройок у нас предостаточно. Кстати, вот видите, функция OTG здесь включается для того, чтобы у вас флешка обнаружилась. То есть, в этом плане нужно еще отдельно включать. Значит, лаунчер у нас такой вот привычный, как на чистом Android. Вот таким вот свайпом снизу вверх список наших основных приложений здесь присутствует. Google Pay была установлена. Google сервисы также у нас все предустановлены. В этом плане все у нас хорошо. Лаунчер работает шустренько. Никаких подтормаживаний я не заметил. Тоже в этом плане все у нас отлично. В общем, по программной составляющей здесь полнейший порядок. Все регулярно обновляется. Никаких глюков и подтормаживаний нет. Давайте проверим работу сканера плитков пальцев. Значит, процент попадания и скорость распознавания здесь хороший. Каких-то проблем со сканером нет. В общем, работает он довольно-таки хорошо и исправно. Работает наш смартфон под управлением 820 Snapdragon. Это у нас 64-битный четырехъядерный процессор, выполненный по 14-минтровому техпроцессу и работает на максимальной трактористике 2200 МГц. Графический чип Adreno 530. Разрешение Full HD, предигнали в 5,5 дюймов. Плотность пикселей стреляет 401 ppi. Разрешение у нас здесь, точнее, оперативной памяти LPDDR4 у нас 6 гигабайт. Скоростная оперативная память. Постоянной памяти у нас 64 гигабайта. Тоже скоростная UFC 2.0. И изначально доступно у нас 52,5 гигабайта. Все устранение занимает наша система. В Antutu наш телефон набирает 160 тысяч баллов. Стандартные показатели для данного процессора. Geekbench 1713, 3262 балла. И в графическом тесте 3DMark Slingshot и Stream 2000 баллов. Показатели, в принципе, хорошие. Мультидача у нас на 5 касаний. То есть я ожидал на 10 касаний. Ну, как бы, 5 касаний тоже довольно-таки неплохо. Сенсор довольно-таки отзывчивый. С датчиками у нас здесь есть магнитный сенсор, гироскоп. То есть такой ориентир-сенсор. По датчикам у нас здесь стандартный набор. И также у нас присутствует датчик холла. То есть в специализированном чехле экран у вас будет автоматически гаснуть. В общем, по датчикам у нас здесь все в порядке. Wi-Fi. Как видите, роутер через 3 стены пробивает без проблем. Поддержки полоса в 5 Гц также у нас здесь присутствует. Это хорошо. Функция OTG у нас поддерживается. Но напоминаю, что для того, чтобы она заработала, нужно зайти в настройки. И вот здесь, где-то я уже не помню, в расширенных настройках. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот в расширенных настройках вот здесь OTG. Включаем, и только тогда у вас флешка загорится. То есть учитывайте, что OTG придется вам включать дополнительно. Но функция, она здесь поддерживается. Теперь давайте остановимся нашим экраном. Экран у нас матрица Super AMOLED. Углы обзора, смотрите, очень хорошие. По цветопередаче и детализации тоже здесь у нас полнейший порядок. То есть видно, что матрица у нас качественная. Детализации более чем достаточно. Да и максимальный, минимальный порог яркости также тут у нас комфортный. В общем, ну те, кто пользовался AMOLED-экраном, думаю, так знают, что здесь такой глубокий черный цвет. Да и вообще, вот именно по насыщенности, конечно, AMOLED выигрывает у IPS-матрицы. Ну, в общем, по экрану здесь тоже все отлично. Телефон работает во всех необходимых сетях 2, 3 и 4G с поддержкой 3, 7 и 38 бенда. Если берете смартфон в китайской версии, как я, то до этого бенда поддержки у вас не будет. Если в глобальной версии, то, естественно, до этого бенда поддерживаться у вас будет. Качество разговорной динамики и микрофона отличное. Все было слышно хорошо и мне, и моему завеседнику. Звучание в наушниках ощущается, что хорошего качества. С частотным диапазоном у нас полнейший порядок. И высокие, и низкие, и средние. Плюс они друг друга не перебивают, да и по запасу громкости в наушниках тоже здесь полнейший порядок. Давайте проверим звучание внешнего динамика. И внешний динамик тут не сплоховал. По частотному диапазону вообще все отлично. И высокие, и низкие, и средние прослушиваются уверенно. И с запасом громкости у нас все отлично. Пропущенных вызовов у вас точно не будет. Ну и плюс удачное расположение. В общем, внешний динамик здесь хороший. Давайте произведем GPS-тест нашего телефона. Как обычно, снимаю с балкона. Сегодня у нас ясная, солнечная погода. Как видите, спутники ловят он хорошо. Есть поддержка как GPS, так и у нас, так и китайских спутников Beidou. Порядка 20 спутников определяет. А это у нас хороший показатель. Давайте посмотрим на экран при дневном освещении. Как видите, текст считается уверенно. В общем, с экраном тоже все у нас в порядке. Значит, касательно игровых возможностей. Они здесь проявляют себя на очень высоком уровне. Практически все игры на максималочках будете играть без намеков на подтормаживание. То есть и танчики на максималочках можно играть комфортно. И Asphalt 9. Но вот в PUBG, к сожалению, на максималочках вы не поиграете. Почему? Потому как сама игра PUBG не оптимизирована под 820 Snapdragon. То есть здесь, конечно, больше вопрос не к производителям смартфонов, а к самой игре. Почему не хотят оптимизировать игру под 820 Snapdragon. Хотя возможности данного графического чипа более чем позволяют играть на максималочках. Ну, такие вот хитрые маркетинговые ходы от производителей. Значит, то есть, по сути, с играми у него ситуация отличная. Можно будет играть практически во все игры на максималочках. И не переживать, за исключением PUBG. При этом нагрев корпуса у него достигается до 43 градусов. То есть корпус ощущается тепло. То есть я реально дискомфорт испытывал от того, что долго играл за этим телефоном. Процессор греется до 58 градусов. Это в пределах нормы для процессора. Давайте проверим яркость нашего фонарика. Фонарика, смотрите, отрабатывает фонарик хорошо. Запасы яркости, все у нас в порядке. Тут претензий никаких нет. Основная камера у нас имеет такой вот привычный интерфейс. HDR, различные фотофильтры, панорама. Замедленная съемка в разрешении HD. У нас присутствуют, ну и ручные настройки. То есть, в принципе, по функционалу у нас здесь полнейший порядок. Основная камера у нас здесь на 16 мегапикселей. Sony IMX 298 фотографирует даже для нынешнего времени. Камера реально очень даже достойная. Я вот даже удивился, думаю, классно. Фотографии получаются реально достойными. Претензий никаких нет. Мне камера понравилась. То есть, реально фотографируют классно. Добавлю пару снимков для сравнения с другими смартфонами, для того, чтобы сами смогли все оценить. Но, как по мне, фотографии получаются реально очень и очень достойные, как для нынешнего времени. Фронтальная камера у нас на 8 мегапикселей. А вот фронтальная камера такая вот средненькая, я бы так сказал. То есть, ничего такого сверхъестественного. Но для таких вот простых слов и снимков, и как там, инстаграма, ее будет более чем достаточно. Ну а там далее смотрите примеры фото и видео. И оценивайте сами. Давайте произведем тест камеры нашего телефона. Запись видео производится в 4К разрешении. Значит, фокусировка у нас есть как автоматическая, так и по тапу. Автофокус отрабатывает очень шустро. В телефоне у нас присутствует оптическая стабилизация. То есть, при ходьбе картинка будет держаться благодаря этому на хорошем уровне. То есть, понимаете, 4К и оптическая стабилизация дает у нас хорошую картинку. Цифровой зум тоже довольно-таки неплохой, с отличной детализацией. Что сказать? В качестве записи видно, что здесь на очень высоком уровне. Даже для нынешнего времени камера снимает реально круто. Давайте проверим запись видео при недостатке освещения. Посмотрим, как у нас работает автофокус. Все моментально. С чистой кадров у нас полнейший порядок. В полной темноте тоже у нас все замечательно. Ну и так тоже автофокус определяет быстро. Напоследок, привычно проверим запись видео со вспышкой. Яркости у нас предостаточно. С чистой кадров тоже все у нас в порядке. И при макросъемке тоже автофокус определяет быстро. Продолжение следует... Заявленная емкость нечемного калета составляет 3000 мАч. И в реальность USB тестер подтверждает данные показатели. Небольшая погрешность, все в пределах допустимой нормы. Час просмотра видео. В HD качестве Wi-Fi на YouTube перестанет на 40 герси посадил наш смартфон на 10%. Час игры, опять-таки, перестанет на 40 герси. Садит смартфон на 29%. За ночь прийти на сим-карте смартфон сел у меня на 1%. Ну что сказать. По автономности, конечно, результаты не очень хорошие. В частности, вот в игровом режиме. То есть, если так не играться, то на день среднего активного пользования вам его будет хватать. А если вы любите поиграть в тяжелые игры, то нужно покупать, наверное, Powerbank. Потому что на день вам его вряд ли будет хватать. Но зато у него поддерживается быстрая зарядка. В этом плане есть плюс. Ну что ж, друзья. Давайте подводить итог. Как и всегда, для этого привычно воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. Начнем с положительных аспектов. Основная камера у него хорошая. Даже для нынешнего времени. 4К с оптической стабилизацией это многого стоит. Модуль NFC имеется. Целеметаллический тонкий корпус. Восьмицветный настраиваемый индикатор событий. Качественный AMOLED-экран. Прошивка, которая получает регулярное обновление. Ну и производительность в связке со скоростной оперативной постоянной памятью. Хватит вам и поныне. К недостаткам я бы отнес неслабый нагрев в играх. Слабую автономность именно в игровом режиме. И вероятность наткнуться на восстановленный аппарат под видом нового. Это тоже нужно учитывать. Лично я не пожалел, что заказал данный девайс на обзор. А актуальность, как по мне, он еще не потерял. Поэтому ждите очередной сравнительный мега-обзор с его участием. Сопоставим его с моим новым покафончиком. Ну и другими новинками и уцененными флагманами. В общем, если не хотите пропускать все самое интересное. Обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за просмотр. И до скорой встречи в будущих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...